Лайфхак номер 7. Адаптация настольных игр. Например, игра крокодил. Это достаточно простая игра, в которой нужно по очереди нажимать на один зуб. И в какой-то момент он кусает. И как мы адаптировали эту игру? У нас есть вот такие руки. На каждую руку приклеивается фотография того, чья это рука. И когда крокодил кого-то съел, есть такой жетончик, который приклеивается на эту руку. Для чего это было сделано? Игра достаточно простая, но было сложно ребятам понять, когда она закончится. Вот такая рука позволяет отслеживать результаты игры. И когда рука заполняется, когда она полностью заполнена жетонами, это значит, что его съели окончательно. Следующая игра — бубенцы. Здесь есть такой кармашек с бубенцами и магнит. Бубенцы разного цвета. Смысл игры в том, что нужно по очереди этим магнитом собирать бубенцы нужного цвета. Например, только фиолетовые. Мы адаптировали эту игру таким образом, что мы сделали четыре разных цветных контейнера для того, чтобы они подсказывали ребятам, какого цвета бубенцы им нужно собирать. Каждый контейнер определенного цвета. И здесь еще есть такая карточка с фотографией нужных бубенцов, которые нужно собрать. Здесь есть определенные особенности у магнита. Одна сторона сильнее, чем другая. И вот эта сторона для игры нам не подходит. Ребятам сложно этой стороной играть. Поэтому другую нужную сторону мы обозначили красным цветом, чтобы было понятно, какой стороной собирать бубенцы. следующая игра друг утюг. Здесь есть набор карточек с разными животными, предметами, одеждой, растениями и прочим. И вот такие штуки, которые надеваются на голову. Сюда вставляется карточка. И идея игры в том, что человек, на ком надета определенная карточка, не знает, что там нарисовано. И ему нужно угадать. Первый вариант этой игры подходит для тех, кто пользуется жестами и может активно, невербально что-то показывать. Это вот такие таблицы со всеми возможными вариантами ответа, которые есть в этой игре. И, например, человек, с которым я играю, мне что-то активно показывает. Я могу предположить и спросить у него. Я ежик? Хорошо, тогда я попробую спросить поподробнее. И мы переходим ко второму варианту игры. С помощью такой книжечки можно уже более подробно обсудить. Я могу спросить, например, это живое? Это относится к животному миру? И тогда я открываю страницу животный мир. И здесь я могу спросить, например, у него есть крылья? Это утка? Я победила. А если кому-то сложно, то можно взять подсказку. Если бы у меня был, например, ежик, то тот, кто со мной играет, мог бы взять такую карточку, где написано, что ежики едят насекомых и мышей, что они маленькие и колючие и могут быстро бегать. Исходя из интересов ребенка, можно сделать настольную игру своими руками. Например, мы сделали игру про супергероев. Здесь есть разные персонажи, можно выбрать. И у каждого персонажа есть определенное количество жизней и свой кубик, на котором может выпасть, например, удар, получение жизни или можно накопить ярость. Игра заканчивается, когда у кого-то из героев закончились жизни. Можно сделать мемори на определенную тему. Дорожные знаки. Смысл игры в том, что карточки выкладываются закрытой стороной и нужно найти одинаковые, поочередно открывая по паре карточек. Разные. Это лишь некоторые примеры идей игр, которые вы можете сделать своими руками, исходя из интересов конкретного ребенка, для которого вы делаете эту игру. Субтитры создавал DimaTorzok